Тут на неделе наше любимое началось. Утечки. Утечки настолько жирнющие, что не заметить их было бы тяжело. Рассказать о них или нет, я бы еще думал, однако, знаете ли, не так уж много тем для видео, для диалога с вами, так что давайте разбираться, что там такое раскрыли нам на форумах, что ждет Destiny 2 по версии инсайдеров. Заранее только скажу, чтобы не тянуть, очень многое из этих слов звучит настолько жирно и настолько масштабно, что уже только по этой причине можно с уверенностью говорить, что это все дикий фейк и провокация. Я бы настоятельно не советовал вам верить изложенному, но мечтать-то не вредно, так что давай помечтаем. В утечке, которую опубликовали на самом надежном портале 4chan, говорится о предстоящем осеннем дополнении для Destiny 2, якобы именуемом Collapse. Ага, не больше не меньше, прям вот в честь главного события во вселенной игры и назвали. Автор текста говорит, что ему якобы известны причины, по которым студия сейчас так мало времени уделяет актуальному контенту. Но инсайдер уверяет нас, что причины столь плачевного состояния игры на сегодня в том, что банджи вовсю трудятся над новым осенним аддоном. Огромным аддоном. И конечно же вторая половина штата сотрудников брошены на работу над новым IP. Мэттер, о котором известно примерно ничего и никому, но который приплетают при любом обсуждении трудоспособности студии. Так вот тот самый аддон, осенний, разрабатывается по словам автора аж с релиза отвергнутых, то есть 2 года. Так долго, потому что изначально это якобы было контентом Destiny 3. Однако, как мы уже можем знать, и это можно сказать факт, Destiny 3 либо отменена совсем, либо не выйдет в ближайшие пару лет. Так что все эти ресурсы, что готовились для её сюжета и так далее, всё это переупаковали и переезжает теперь в Destiny 2. Которую будут развивать под средством крупных DLC, навроде модели развития World of Warcraft. В сюжете дополнения тоже заявлено мало скромного. Всё с размахом. Прибытие первых пирамид в нашу систему и как следствие наше непосредственное с ними столкновение. Прислужники и носители тьмы будут главным противником, а представлять их будет загадочная женщина, чью статуи мы могли видеть в интерьере пирамиды, в финальной миссии дополнения Обители Теней. Имя женщины – Жнец. Что тоже слишком жирный и прямолинейный намёк на то, что уже описано в книгах лора в игре. Кроме Жнеца обещают сражения с новой расой Бейл, ну или Вуалей. О них мы тоже уже слышали суперинсайдерские сливы ещё до выхода Обители Теней. Вроде я тоже об этом разбор на канале делал. Из геймплейных деталей известно этому инсайдеру не так уж много, но всё же то, что он успел урвать. Опять же, не скромные детали. Например, появление двух локаций, прямо как в отвергнутых. Европа – это спутник Юпитера, если чё. И Финалити – некий огромный хаб или город в недрах самой огромной пирамиды. А, ну и наконец-то завезут рейд, который как раз и будет разворачиваться на этой самой локации Финалити. И вот мы дошли до главного пункта. Знаете, знаете, как отличить утечку правдивую от кромешного фанатского буллшита? В последнем непременно будет строчка типа «Обещают появление нового тёмного подкласса игрока». Вот серьёзно, фантазёры, ну придумайте вы уже что-то новое. Эти тёмные подклассы из «Стражи тьмы» рисовали воображение ещё во времена в первой части, по-моему. Если у вас такая реакция на игры со злом, ну поиграйте в Котор, что ли, или другие нормальные ролевые игры. Не то, чтобы это дурная идея, нет, это было бы прикольно, просто... Просто это пихают с каждой сенсационной утечкой о Дестине. Так что это уже и правда стало индикатором бреда номер один. Анонса нужно ждать якобы в июле. И вот это... правда. Серьёзно, я бы именно в июле или августе и начинал ждать что-то из анонсов к осеннему дополнению. «Обитель теней» вышла в сентябре, но анонсировали её впервые в июне. За три месяца почти. Однако анонс был на Gamescom, а сейчас, как мы знаем, всё сдвинулось из-за пандемии. И было бы наивно предполагать, что вообще всё выйдет в срок. А, ну и... вроде же перенос дополнения даже был. Что-то я забывать стал. В общем, такие вот профессиональные утечки. Я посмотрел, что пишут об этом в сети, как реагируют сообщества и игровые порталы. И, наверное, постараюсь резюмировать так. С каждым новым дополнением контента DLC включали всё меньше. Так было в первой игре, так теперь во второй. Выходит, что второй год всегда был самым успешным для игр серии Destiny. The Taken King вспоминаем с теплом, с теплом вспоминаем и отвергнутых. Однако сейчас игра получила новую модель развития, сезонную, которая ещё больше может пойти во вред размерам дополнений. Раньше дополнение выходило и привносило ряд важных нововведений, локаций, историй. А теперь за большинство вещей ответственен сезонник на 100 уровней. Уберите вот сезонник из обители теней, и тогда дополнение покажется по размеру как проклятие Сириса или военный разум. Кроме того, такая модель развития не позволит Банжи одинаково прорабатывать все важные сюжетные арки в игре. Ещё раз, в игре. Мне плевать, что там в книжках лора и как там всё интересно закручено. Если мы играем в игру, которая при том активно привлекает свежую аудиторию, мы не можем строить всё самое интересное в абзацах описания пушек и страницах лора. Кто сейчас наш главный враг? Пирамиды? Вы уверены? А помните, помните, была такая... Как же я? Точно! Саватун. Да-да, страшная-страшная сестра Орикса. Она и весь город грёз на колени поставила, и закулисные войны вела, и мы чуть ли её не марионеточки. Неужели правда кто-то верит, что столь огромные сюжетные арки могут быть закрыты одинаково качественно и интересно? Помните наш фейк The Taking Queen? Может пора из него тоже что-то взять? Это шутка, если что. Но, наверное, многие охотно поверят в то, что осенью мы и правда столкнемся с пирамидами. Да, наверное, это даже и к лучшему, поскольку их показывали в течение трёх лет. Сколько ещё можно тянуть? Ведение скитальца, залма рысов, находка на луне, находка в чёрном саду. Всё, давайте нам их сюда. Кстати, в бункере Распутина можно отслеживать движение пирамид к нам, я думаю вы знаете. Ну так вот, с каждым ресетом на протяжении двух недель они чуть сдвигаются. Вчера ребята подсчитали, и если им верить, то у Титана пирамиды окажутся уже 23 июня. Так что к июню долетят. Там нам покажут очередной продающий синематик, а в июле анонс сентябрьского дополнения. Звучит как план. Видите, я уже начинаю форчан и чё верить, с ума схожу, пора закругляться. Я не знаю чему из этого я верю больше. Хочется верить в лучшее, но завышать ожидания, значит самому пихать себе палки в колёса, а потом ныть как плохо. Сейчас плохо, сейчас в игре реально беда. Но всё что нам остаётся, ждать июня или июля и ждать анонса. Спасибо за просмотр, не забудь подписаться на канал, написать в комментариях то что ты уже ливнул из игры давно и поставь лайк. Счастливо! 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 Субтитры сделал DimaTorzok